МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С новостями первого дня весны. Я Рушан Бараев и корреспондент 5-го канала. После скандала с просроченными лекарствами в школах в Казахстане проверят все школьные медицинские кабинеты. Министр здравоохранения посетила Караганду. Ответ на все вопросы. В Караганде впервые прошел образовательный фест по ЕНТ для старшеклассников. Памятью героя труда в 47-й раз в шахтерской столице прошел республиканский турнир по легкой атлетике. После скандала с просроченными лекарствами в школах в Казахстане проверят все школьные медицинские кабинеты. Об этом рассказала министра здравоохранения Акмарал Альназарова во время визита в Караганду. Ответила она и на другие вопросы журналистов. Карагандинские прокуроры проверили часть школ и выявили, что из 7 тысяч учеников этих школ 3 тысячи медпомощь не получали. А в медкабинетах нашли лекарства, у которых срок годности истек 5 и даже 7 лет назад. Сегодня не всегда мы успеваем вопросами контроля заниматься. И сегодня в целом после этого случая дано поручение, чтобы по всем организациям образования страны была проведена в целом проверка местными исполнительными органами и с участием комитета медицинского фармацевтического контроля на территории. Больше всего жалоб от населения сегодня выслушивают на недоступность медицинских услуг. Люди недовольны, что платят взносы, а к врачам бесплатно попасть не могут. Работающие на нескольких работах должны платить, соответственно, в разы больше. Есть понимание, что население переплачивает, заметила министр. За три года с ОСМС финансирование медицины увеличилось в 2,5 раза. Консультации и диагностических услуг оказывают в 11 раз больше, реабилитационных в 7 раз, но при всем этом доступность снизилась. Смешение пакетов, вопросы своевременного финансирования и так далее. Но здесь есть вопросы в целом к регламентации услуг, которые мы сегодня на уровне Минздрава должны выровнять. Здесь вопрос не только к фонду. Поэтому это такая обоюдная работа. И мы сегодня на эту работу настроены. В целом уже соответствует, в принципе, в целом концепция и видение новой системы ОСМС. После ее модернизации мы ее видим. И самое главное, те люди, которые застрахованы, они должны в полном объеме получать. Те люди, которые не застрахованы, мы должны максимально вовлекать в систему. А та категория, которая вообще не может за себя платить, возможно, как глава государства сказал, за счет местных исполнительных органов покрывает расходы на страхование. Сегодня из 20 миллионов жителей страны за 11 миллионов страховку оплачивает государство. За себя платят 4,5 миллиона работающих. 3,5 миллиона на сегодня не застрахованы. Ну и напоследок, за 7 месяцев, прошедших после отравления 14 детей в специнтернате Караганды, следствие так и не нашло причину. Я согласна, что следствие затянулось. Результаты мы сегодня тоже не видим. Этим вопросом я тоже в первые же дни приступила на эту работу. Тоже поинтересовалась, потому что беспрецедентный такой был случай. И погибли дети. Поэтому в целом вопрос у меня на контроле. Но мы тоже в ожидании результатов. Напомним, в конце июля прошлого года неизвестным веществом получили отравление 14 подопечных социального учреждения для детей с тяжелыми психическими расстройствами. Один мальчик умер сразу, второй спустя месяц. Остальные длительно находились в реанимации, в том числе на аппарате искусственного дыхания. Среди версий отравления тяжелыми лекарственными препаратами. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал. О регулировании ценовой политики в Караганинской области рассказали на брифинге службы оригинальных коммуникаций. Сохранится или изменится цена на товары первой необходимости в нашем следующем сюжете. Беспочвенный рост цен на продовольственные продукты первой необходимости в Караганинской области не отмечен. На объектах розничной торговли наблюдается допустимое законодательством наценка в 15%. В регионе применяется несколько механизмов для сдерживания цен. Формируется региональный и стабилизационный фонд. Производителям предоставляются кредиты по оборотной схеме. Заключаются меморандумы. Акиматами городов и районов с субъектами торговой деятельности заключены 2832 меморандумы о минимальной торговой наценке на социально значимые продукты питания, которая должна быть не больше 5-10%. Создано более 400 социальных уголков и полок, где представлена данная продукция по минимальным ценам. Продолжаю деятельность более 20 социальных павильонов. С начала года функционирует более 50 новых объектов торговли, с которыми сразу подписываются меморандумы о минимальной наценке на социально значимые продукты питания. В области создана комиссия по расследованию посреднических схем. Двое поставщиков привлечены к административной ответственности в виде предупреждения за повышение цен. Вопрос цен находится на постоянном контроле. С целью необоснованного роста цен на фоне роста цен у производителей нами на постоянной основе проводится мониторинг оптовых и розничных цен с акимами городов и районов. Отслеживается своевременное поступление товара. Мониторится торговая надбавка, установленная законом, для социально значимых продуктов питания не более 15%. В области для своевременного реагирования по фактам необоснованного роста цен работает горячая линия. Телефон 50 38 75. По данному номеру жители могут сообщать о повышении цен. Также у нас есть страничка в инстаграме и фейсбуке, где вы тоже можете об этих фактах информировать. Помимо этого, руководитель управления предпринимательства сообщила, в регионе с начала нового года фиксируется снижение цен на социально значимые товары. К примеру, в цене упала гречка, сахар и подсолнечное масло. Однако на прошлой неделе появился незначительный рост цен на говядину. Мясо подорожало примерно на 1-2% из-за погодных условий, которые не позволили долгое время доставлять товар в срок. О задачах системы развития образования на текущий год говорили на заседании коллегии управления образования Карагандинской области. Подробнее в следующем сюжете. Качественный контент – эффективный инструмент трансформации учебного процесса и обмена опытом. Реализация единой программы воспитания. Образование, основанное на ценностях в рамках единой воспитательной программы. И это далеко не весь перечень тем, которые были затронуты коллегии и педагогов со всей области. Образование – это огромный пласт тем, методик и практик. На сегодня одно из новшеств – единая база учета, очередности и выдачи направлений в дошкольной организации. Это избавляет родителей от необходимости ловить места. Что касается среднего образования, то до 2025 года планируется построить 18 школ на 12,5 тысяч мест. Касательно кадров, один из путей решения этого вопроса – гранты на педагогические специальности из местного бюджета. Инклюзия – еще одна тема беседы. В области действует областной ресурсный центр поддержки инклюзии, 8 кабинетов поддержки, 45 кабинетов службы психолого-педагогического сопровождения. В этом учебном году в шести колледжах открыли 8 новых специальностей и 9 квалификаций. Цифровая техника, программное обеспечение, дизайн интерьера. До 2026 года планируется модернизация еще 10 колледжей, созданием лабораторий, центров компетенций. Самое главное в системе образования – это вовлеченность учителя к своим ученикам. Как можно чаще проводить классные часы, конкурсы, создавать творческие проекты, вникать в судьбы детей и развивать их посредством науки. На сегодня все организации образования региона обеспечены системой видеонаблюдения. С большинства камер сигнал выведен в ЦОУ и дежурные части отделов полиции. Роберт Граф, Зулхарнаис Махаев, Николай Шевелев, 5 канал. Получили ответы на все вопросы. В Карганде впервые прошел образовательный фест по ЕНТ для учащихся старших классов. На него съехались представители вузов Казахстана, которые в креативной форме донесли потенциальным абитуриентам всю важную информацию о поступлении. Как все проходило, видел наш корреспондент. Замагавайте, Кошки, аликзей! Впервые в Караганде проходил образовательный фест для тех, кому уже совсем скоро придется определяться, куда пойти учиться после школы. Все проходило в любимом для молодежи центре бокса имени Серикасапиева. И тут и пришлось скучать. Информация потоком со сцены доходила в зал. На определенном жизненном этапе молодежь оказывается перед сложным выбором. Здесь важно не ошибиться, подойти к вопросу взвешенно и всесторонне. Так сложилось, что выпускники в нашем регионе выбирают только местные высшие учебные заведения. Говорю об этом, не умаляя достоинства наших известных на весь Казахстан вузов. Но у выпускников есть богатый выбор – десятки других учебных заведений по Казахстану. Поэтому мы решили стать информационным мостом, чтобы расширить представление молодежи о возможностях обучения. Так и появилась идея образовательного феста. Образовательный центр по подготовке ЕНТ, Самга, Академии и Облано провели первый фест по ЕНТ для 10-11 классов. Собрались все топовые университеты Казахстана для того, чтобы дать тем, кто сейчас стоит на пороге выбора, полную информацию о поступлении, пороговых баллах и специальностях и определиться с вузом. Вы с радостью откроете свои двери именно для вас. Это 10 международных агентов-рекрутеров. Ребятам были даны напутствие быть мотивированными и целеустремленными исследовать свои мечты. Интересно, что по данным опросов школьники более-менее определяются с выбором будущей профессии и вузов только к концу учебы. Четверть выбирает специализацию к 9 классу. 55% в 10-11 классах. Еще 5% сразу после окончания. 15% делают такой выбор в момент поступления в университет. Некоторые ухитряются еще и сменить специализацию во время учебы. Много информации интересного рассказали. Много чего нужного, полезного. Я думаю, многим выпускникам 11 классов будет полезно и интересно. Но я еще до мероприятия знал, что я пойду в политех. Может быть, изменю свое мнение в зависимости от прошедшего. Может, нет, не знаю. Волнение в том, что выберу случайно ту профессию, которая мне не понравится. Ошибусь. Конечно, очень все на нервы действует. Также для присутствующих донесли последние новости про ИНТ 2024 года. Была возможность получить призы и повеселиться. Ирина Вобещевич, Межанжи Мамуратов, Равиль Валеев, 5 канал. Одна страна, один народ. 1 марта в Казахстане ежегодно с 2016 года отмечается День Благодарности. В Караганде в Доме Дружбы прошло мероприятие, посвященное одному из самых важных чувств человека – состраданию. Подробности в следующем материале. Зульфия Шарафудинова – врач, анестезиолог, реаниматолог с 13-летним опытом работы. За слов женщины, за время работы она совместно со своими коллегами спасли уже не одну сотню детских жизней. Одним из запоминающихся и крайне редких случаев, ставшим первым для Зульфии, оказался укус змеи и его дальнейшее осложнение у ребенка, говорит врач. Вкратце, ребенок находился с родителями в отдаленном от города Балхаш местности. На Джаляу они находились, в общем, был укушен змеей. Потом они были доставлены в течение какого-то времени в город Балхаш. Первая помощь была оказана там. Впоследствии ребенка в течение полутора суток развилась некроз конечности и полиорганная недостаточность. И усилиями санитарной авиации он был доставлен к нам в больницу. Начато было лечение, в общем, командной работой нашей, всеми врачами, медсестрами. Нам удалось спасти жизнь ребенку. И он был выписан домой. 124 различных этноса в одной стране. Однако так было не всегда. В различные исторические этапы казахский народ принимал у себя сотни тысяч переселенцев и беженцев с разных стран. Кто-то из них добровольно приезжал поднимать целину и строить города, а кто-то напротив был депортирован. Именно казахский народ принимал к себе каждого нуждающегося и делился с ним последним кусочком хлеба. Сегодня праздник, день благодарности, стал поистине общенародным. Я хотел бы обратиться к нашим землякам, ко всем членам Ассамблеи народа Казахстана, руководителям и представителям этнокультурных объединений нашей области, находящимся в этом зале, за их особый вклад в дело развития мира и согласия. И от всей души искренне поздравить с этим замечательным, знаменательным днем, днем благодарности. 1 марта неспроста был выбран днем благодарности. Это также и день создания Ассамблеи народа Казахстана, которая внесла неоценимый вклад в тяжелые моменты страны. Символично, что именно в Доме дружбы народов города Караганды прошло мероприятие благодарности различным службам города, которые каждый день трудятся для улучшения нашей жизни и спасают нас из передряг. На нашем мероприятии присутствуют представители общественности, рабочие, врачи, военные, педагоги, ученые, предприниматели, работники сферы культуры, искусства, средств массовой информации, наши спортсмены. Выражаю вам всем огромную благодарность за ваш добросовестный и самоотверженный труд. Отдельную благодарность хотел бы выразить нашей молодежи за их креативность, смелость и честность. Вы – будущее нашего Казахстана, и оно, я думаю, что в молодежных руках. На мероприятии были награждены почетными грамотами и письмами благодарности сотрудники структур безопасности, врачи, пожарные и просто граждане города, проявившие инициативу в трудные моменты. Коллектив «Пятого канала» поздравляет всех граждан с Днем Благодарности и Первым Днем Весны, который символизирует начало новой жизни и светлого будущего. Максим Трезуб, Межан Жумумуратов, Николай Шевелев, «Пятый канал». Непредвиденные ситуации и максимальная бдительность полицейские на транспорте станции «Караганда-Сортировочная» организовали для учащихся день открытых дверей. Ребятам рассказали не только об истории возникновения станции, но и об опасностях, которые таит в себе железная дорога. Подробнее в сюжете. Линейный отдел полиции регулярно проводит дни открытых дверей в рамках оперативно-профилактических мероприятий для школьников и студентов учебных заведений города и района. Основная задача полиции на транспорте – познакомить молодежь с работой. Железная дорога – это не только романтика стука колес, и один из самых важных видов транспорта, обеспечивающий перевозку грузов и пассажиров. Это еще место повышенных рисков, опасностей и правонарушений. Показать зрачность, открытость и доступность нашей полиции. В ходе проведения данного мероприятия мы рассказали детям про безопасную дорогу. Вместе с тем показали комитетражные видеоролики о вреде наркотиков. Непредвиденные ситуации, с которыми сталкиваются полицейские в своей повседневной работе, были разыграны перед учащимися. Полицейские продемонстрировали умение на скорость собирать и разбирать оружие, криминалистическую технику, вооружение и другие спецсредства. А также рассказали учащимся, как проводится осмотр места происшествия. Служебные собаки продемонстрировали ребятам свои навыки. Ежедневно четвероногие друзья помогают полицейским предотвращать и раскрывать преступления, охраняют покой граждан, патрулируя вокзалы и поезда вместе с сотрудниками Центра кинологической службы. Когда нам показывали автоматы, мне очень понравилось. И про собак и щейк очень было круто. Когда нашли вещь под коробкой, меня это очень удивило. Повелили нас в депо. Машинист-инструктор рассказал нам, какие оборудования есть в машинном отделении. Показал кабину машиниста, какие там кнопки есть, за что отвечает. Пристальное внимание уделяется профилактике несчастных случаев на железной дороге из-за нахождения на путях граждан домашнего скота в борьбе с наркоперевозками, с кражами личного имущества граждан. Сотрудники линейного отдела полиции обеспечивают безопасность граждан и пресекают нарушения закона на комплексе железнодорожного сообщения. Они работают в условиях постоянного пассажиропотока, перемещения транспорта и грузов. И к ним предъявляются высокие требования, как профессиональные, так и в дисциплине. Ирина Вобещевич, Николай Шевелев, Пятый канал. Инновационные технологии на службе гражданской обороны. В первый день весны вся мировая общественность отмечает Всемирный день гражданской обороны, который был учрежден в 1990 году Международной организацией гражданской обороны. Этой дате приурочен тематический месячник в Кырганде. Подробнее в сюжете. Вам вынесли человека на сушу. Перед тем, как оказывать помощь, вы должны убедиться, что человек в сознании или без. В общеобразовательной школе имени Академика Букетова прошло мероприятие учения по гражданской обороне. Ребятам наглядно показали, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Республика Казахстан является полноправным членом Международной организации гражданской обороны с момента подписания в 1997 году Закона Республики Казахстан о присоединении Республики Казахстан к уставу Международной организации гражданской обороны и активно принимает участие в осуществлении основных направлений деятельности этой авторитетной международной организации. Всемирный день гражданской обороны 1 марта каждый год проходит под новым девизом. С 1 марта у нас начинается месячник гражданской обороны. В данное время у нас в школе наши сотрудники проводят занятия и разъясняют действия при чрезвычайных ситуациях, задачи, основные задачи гражданской обороны. Основными задачами гражданской обороны являются защита населения и территории. И вот так и будем продолжать в течение месяца. В этом году Всемирный день гражданской обороны будет проходить под девизом «Инновационные технологии на службе гражданской обороны». А это наличие и применение современных способов защиты населения, территории, материальных и культурных ценностей, использование новейших технологий защиты и спасения, наличие системы подготовки высокопрофессиональных компетентных кадров. Ярко, красного цвета. Какая кровь? Это которая из артерии, венозная, равенная. В ходе проведения месячника в учебных заведениях, организациях и учреждениях будут проводиться тематические линейки, классные часы, выставки, наглядные агитации и спортивные эстафеты, викторины, интерактивные уроки, интернет-конференции, семинары и челленджи. «Падает. Как вы должны его привести в чувство? Можно ли его сразу поднимать?» «Нет». Совместно с волонтерскими организациями Управления по чрезвычайным ситуациям города Караганде организует проведение флэш-мобов и разъяснительную работу путем раздачи памяток брошюр по правилам безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и навыкам оказания первой помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. По итогам месячника среди школ и детских дошкольных учреждений будет определён лучший объект образования в области гражданской обороны. Ирина Вопещевич, Меджан Жумамуратов, Данил Заславский, 5 канал. Красота и грация. В Карагандинском университете имени Букетова прошёл конкурс красоты. Он был посвящён предстоящему празднику 8 марта. Подробности в следующем материале. Дина Бактыбаева – студентка второго курса педагогического факультета и по совместительству участница конкурса университет АРО «Университет Султана-2024». По словам девушки, подготовка к конкурсу хоть и вызвала небольшие проблемы, но тем не менее прошла весьма неплохо. Подготовка получилась очень интересной. Были даже проблемные моменты. Например, были сложности в посещении занятий. Кто-то из учителей понимали и спокойно отпускали на тренировки и прогонку, а кто-то не хотел. Поэтому иногда даже не получалось попасть на пары. В Карагандинском университете имени Букетова прошёл конкурс красоты среди студентов. Мероприятие приурочено к 8 марта. Состязание стало для университета традиционным и проводится каждый год. Основными целями стали культурное продвижение участников и зрителей. Сейчас у нас 24 участника, 12 юношей и 12 девушек. Каждый факультет должен был выдвинуть своих кандидатов. То есть 12 факультетов по два кандидата от каждого. Первый этап был посвящён в большинстве своём интеллектуальному сражению участников. Конкурс поделился на два этапа. Первый стал вопросительным. Участникам задавали вопросы по истории Казахстана, спорту и этикету. Вторая часть конкурса подразумевает больше креативный подход. Участники представляют свою деятельность и рассказывают про свою профессию. Всё это сопровождается национальными костюмами, стихами, песнями и другими проявлениями культуры. Сегодня у нас проходит второй тур. В нём мы большое внимание уделяем творческому процессу студентов. Сначала мы смотрим на то, как участники себя презентуют, рассказывают о своей профессии. Далее идёт оценка их выступления, будь то стихи или песни. Также мы оцениваем костюмы участников, после подводим итоги. Победители конкурса ждут грамоты и ценные призы, а самое главное – почётное звание мистер и мисс университет. В 47-й раз в шахтёрской столице прошёл республиканский турнир по лёгкой атлетике памяти легендарного шахтёра Яуды Мусыгалеева. С участниками соревнований пообщалась наша съёмочная группа. Соревнования в честь Яуды Мусыгалеева посвятили и памяти всем погибшим горнякам. В турнире приняли участие более 200 спортсменов. Для каждого из них это первенство особое. Эти соревнования – отличный шанс заявить о себе и почтить память легендарного человека. Упорство, труд и самоотдача – я постараюсь показать достойный результат. Я участвовал в чемпионате Казахстана среди юниоров и занял первое место в эстафетном беге 4 по 200 метров. Мы установили новый национальный рекорд. Просто новый опыт для меня. Впервые участвовал среди старших. Хотел показать нормальный результат, но ещё-то не очень получилось, но я всё равно доволен. Первое первенство в честь легендарного караганинского горняка прошло ещё в 1976 году и в итоге стало традиционным. В этот раз между собой состязаются около 200 молодых спортсменов из разных регионов Казахстана и городов Караганинской области. Всё время мы, для того, чтобы было очень интересно, мы благодаря профсоюзной организации, профсоюзной организации у нас Караганинский отраслевой профсоюз работников просвещения, у нас Караганинский областной филиал отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения СИНМ. Потом, да, также хотел поблагодарить именно профсоюза Центр Караганинской области под представительством Жумобекова Волота Камзиновича для оказания спонсорской помощи для проведения данных соревнований. Соревнования прошли в легкоатлетическом манеже. Здесь первый день состязаний соревновались по прыжкам в высоту и длину, в беге на разные дистанции, толкании ядра и эстафетном беге. Во второй день выбрали лучше как в забегах на разных дистанциях, так и в тройных прыжках. Каждый участник первенства имел право выступать в двух видах программы и эстафетном беге, а за установление высших достижений рекордов получали денежное вознаграждение. В целом же победители были отмечены медалями и дипломами. Роберт Граф, Ирина Нинашева, Николай Шевелев, Пятый канал. Такова информационная картина этой пятницы. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова